Здравствуйте! Я очень рада вас сегодня всех здесь видеть. Я расскажу вам об антибиотиках, о том, что это такое, почему это может быть опасно и какие есть пути преодоления этих опасностей. Ну, начнем немного с истории. В конце 19 века врачи наконец-то согласились с концепцией микробиологов о том, что многие заболевания вызваны микроорганизмами, то есть у них есть возбудители. И начали искать волшебную пулю, то есть то лекарство, которое бы воздействовало на возбудителя заболевания, но не воздействовало или слабо воздействовало на самого пациента. Потому что до этого времени лекарство было под вопросом, что опаснее, болезнь или лекарство. Использовали препараты ртути, мышьяка и так далее. Но первой волшебной пулей было лекарство под названием сальварсан или препарат 606. Оно было открыто в 1909 году Паулем Эрлихом, немецким ученым. Почему препарат 606? Пауль Эрлих тестировал производные мышьяка и передавал каждому новому веществу свой порядковый номер. И вот под номером 606, представьте себе, он открыл вещество, которое эффективно борется с сифилисом и щадяще воздействует на организм пациента, то есть его можно было переносить. Это вещество поступило в продажу, стало очень популярным и излечило, собственно, многих людей от бушевавшего в то время сифилиса. Но, собственно, антибиотики в узком смысле этого слова были открыты позже, открыты Александром Флемингом. Это был ученый, который немного небрежно относился к своим экспериментам иногда. Он изучал культуры стафилококков в бактерии и часто оставлял чашки с культурами на несколько дней в непомытом виде. Однажды в такую из чашек попала спора гриба пенициллия, и там выросла колония этого, собственно, гриба. И Флеминг заметил, когда он посмотрел на чашку, заметил, что вокруг культуры пеницилла бактерии не росли. То есть он понял, что, видимо, плесневый гриб выделяет какое-то вещество, которое негативно влияет на рост бактерий. Таким образом был открыт пенициллин, первый антибиотик. И Флеминг, когда сделал это открытие, он сказал фразу, которая стала исторической, просто вошла в историю по своей гениальности. Он сказал, that's funny, что можно перевести как это прикольно. Это действительно было прикольно, потому что в годы Второй мировой войны антибиотик, пенициллин спас многие миллионы жизней. Зачем? Антибиотики очень широко распространены в природе. Какую роль они там играют? Антибиотики вырабатываются плесневыми грибами и другими бактериями и актиномицетами. В природе антибиотики помогают микроорганизмам конкурировать друг с другом. Ну вот, скажем, есть банка варенья заплесневевшая, там растет несколько видов плесневых грибов, и они все хотят съесть это варенье прежде других. То есть они выделяют антибиотики наружу, таким образом убивая своих конкурентов или замедляя их рост. Как я уже сказала, антибиотики спасли миллионы жизней и спасают их до сих пор. С помощью антибиотиков человечеству удалось, ну если не победить, то оккупировать вспышки таких заболеваний, как чума, лепра, туберкулез и так далее. Однако еще сам Флеминг предупреждал о том, что антибиотики нельзя использовать безответственно, о том, что может формироваться устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов. Однако Флеминга не послушали, и в середине 20 века антибиотики использовали достаточно безответственно. Их выписывали при надобности, без надобности, просто для профилактики взрослым, детям, в том числе здоровым младенцам, ну просто для профилактики. И в середине 20 века появилась проблема устойчивости. Возникли штаммы микроорганизмов, на которые антибиотики не действовали. Устойчивость иначе называется резистентностью, это синоним. То есть фармацевтическая промышленность ответила на резистентность синтезом и поиском все новых и новых антибиотиков. А бактерии отвечали на это эволюцией и появлением все новых и новых резистентных штаммов. И концепция волшебной пули таким образом отошла в прошлое. Ее заменила концепция гонки вооружений между фармацией и бактериями. И, к сожалению, можно уже констатировать на сегодняшний день, что эту гонку вооружений мы неумолимо проигрываем. То есть бактерии эволюционируют быстрее, чем мы успеваем разрабатывать, то есть промышленность успевает разрабатывать новые антибиотики. Хорошей иллюстрацией такой гонки вооружений является золотистый стафилококк. Собственно, Флеминг и исследовал золотистый стафилококк и открыл пенициллин, тоже на его примере. До определенного времени золотистый стафилококк был восприимчик пенициллину. Золотистый стафилококк — это округлой формы бактерии, которая очень часто является нормальным обитателем микрофлоры нашей ротовой полости. Но эта бактерия коварная, она оппортунист. То есть при малейшей возможности она из нормального мирного существования переходит в атаку, переходит к паразитизму и начинает вызывать симптомы заболеваний. А эти симптомы могут быть разными. Начиная от банальных прыщей на коже, заканчивая генерализованной стафилодермией. И в особо тяжелых случаях при попадании стафилококков агрессивных в кровь это сепсис и летальный исход. Так вот, в 1958 году заголовки газет из СМИ пестрели такими фразами, как «микроб-убийца», «на него не действует пенициллин», «устойчивый микроб». Это был штамм 8081, который появился в больницах и который действительно был устойчив к пенициллину. Против этого штамма разработали другой антибиотик, метициллин. Это родственник пенициллина, то есть того же ряда, но немного модифицированный. Но в 1964 году возник штамм MRSA, или метициллин-резистентный штамм стафилококкус ауреус, золотистого стафилокока. Этот штамм стал причиной многих и многих смертей, но против него, против MRSA, стали использовать следующий антибиотик – ванкомицин. Это гликопептидный антибиотик, и люди о нем знали давно, до поры до времени не использовали его, потому что у него достаточно серьезные побочные эффекты. То есть он вреден для человека. Ванкомицин оказался эффективен тоже до определенного момента. В 1998 году был обнаружен штамм VRSA, то есть устойчивый к уже ванкомицину. Считается, что гены устойчивости к ванкомицину золотистый стафилококк приобрел от другого вида бактерий, энтерокока, который живет у нас в толстом кишечнике. Далее, против VRSA стали использовать другие антибиотики – тейкопланин, линозолид. И очень быстро, в 2000-х годах, появились сообщения о том, что появились штаммы устойчивые и к линозолиду LRSA, и к вообще целым группам гликопептидным антибиотикам, то есть GRSA. Это штаммы, которые устойчивы не только к ванкомицину, но и к тейкопланину, и к другим антибиотикам гликопептидного ряда. Каким образом возникает устойчивость? Популяции бактерий насчитывают очень-очень много особей, и в них постоянно происходят мутации. Если в одной из особей произошла мутация, обеспечивающая устойчивость к антибиотику, то эта бактерия очень быстро занимает освободившуюся экологическую нишу, то есть антибиотик убивает ее соседей, и очень быстро распространяется, и эти гены распространяются по всей популяции бактерий. Каким же образом реализуется устойчивость, каким образом бактерии могут приобретать эту самую устойчивость? Есть несколько путей. Первый из путей — это бактерии могут синтезировать непроницаемую капсулу, и все, антибиотик не проникает в них. Во-вторых, бактерии могут синтезировать ферменты, расщепляющие антибиотик. Например, устойчивость к пенициллину и к другим бета-локтамам опосредуется ферментами бета-локтомазами. Эти ферменты расщепляют бета-локтамное кольцо в молекуле антибиотика, делая его неактивным и неэффективным. Также бактерии могут задействовать механизмы насосы, которые откачивают антибиотик из клетки. В норме таких насосов в бактериальной клетке мало, но в мутантной клетке этих насосов может быть намного больше. Таким образом, антибиотик постоянно откачивается и не приносит вреда бактерии. Также антибиотики действуют на определенные механизмы в клетке бактерий. Например, стрептомицин действует на синтез белка. Он связывается с рибосомами бактериальной клетки, блокирует их и не позволяет им синтезировать белок. Но бактерии могут видоизменять эти мишени, например, рибосомы, таким образом, что антибиотик их не распознает или не может в них строиться. То есть они видоизменяют сами мишени, приобретая устойчивость. Почему же гены устойчивости передаются так быстро и так широко? Дело в том, что у бактерий есть два механизма переноса генов. Это вертикальный, как у нас с вами от материнской особи к дочерней. Но в отличие от нас с вами, бактерии размножаются очень быстро, у них поколения сменяются очень-очень быстро. Соответственно, гены возникшего материнской особи очень быстро перейдут к многочисленному потомству. Во-вторых, у бактерий есть горизонтальный перенос генов. Это перенос между сестринскими особями. И этот горизонтальный перенос происходит еще быстрее с помощью мобильных элементов, вирусов, переносчиков и так далее. Но суть в том, что гены устойчивости распространяются не от предков к потомкам, а между сестринскими особями. И очень быстро. Важно еще то, что гены устойчивости могут передаваться не только между особями одного вида, но и между особями разных видов, а часто вообще друг другу неродственным. Но это все равно, что гены передавались бы от человека, скажем, к секвойе или лошади. То есть у бактерий это может происходить, и происходит очень часто. Поэтому, скажем, если устойчивость возникла у безвредной совершенно кишечной палочки в организме человека, принимавшего антибиотики, то эта устойчивость от кишечной палочки может передаться к возбудителям серьезных и опасных заболеваний, которые уже станут резистентными к антибиотикам. Второй фактор, вызывающий беспокойство и вызывающий рост резистентности среди микроорганизмов, это использование антибиотиков в сельском хозяйстве. В 50-х годах прошлого века было показано, что некоторые вещества, антибиотики, также по совместительству являются стимуляторами роста. Они стимулируют рост сельскохозяйственных животных, там кур, свиней, коров и так далее. Их стали добавлять массово в пищу животным для стимуляции их роста в небольших дозах. Это добавление в ряде статей было показано, о том, что добавление антибиотиков стимуляторов роста коррелирует с ростом устойчивости у возбудителей заболеваний человека. То есть устойчивость от этих бактерий передается возбудителям заболеваний. И, соответственно, первой страной, которая ввела запрет на использование антибиотиков как стимуляторов роста, это была Швейцария в 1986 году. Ну а за ней страны Евросоюза тоже начали вводить запрет, сначала на одни антибиотики, потом на все. В 2006 году в Евросоюзе полностью было запрещено использование антибиотиков как стимуляторов роста. Естественно, лечить животных ими можно, но добавлять в малых дозах в пищу нельзя. Какие же механизмы, какие же пути решения этой проблемы предлагает нам наука и медицина современная? Прежде всего, это самый важный, я считаю, путь, это регуляция использования антибиотиков. То есть сейчас нередки такие ситуации, когда вы приходите к врачу, и врач, чтобы уж точно гарантированно вылечить пациента, он прописывает антибиотики. Неважно, чтобы не было рисков того, что пациент заболеет. То есть и врач не думает о далеко идущих последствиях. Ему главное вылечить пациента конкретно. Но это не совсем верно. И развитие идет по тому пути, что формируются протоколы, которые четко предписывают врачам, что и когда назначать, а чего назначать нельзя. Но, к сожалению, в Украине этого пока нет. Также ведется разработка новых препаратов. Гонку о вооружении не следует заканчивать, потому что это ни к чему хорошему не приведет. Ведется поиск, скрининг постоянных новых веществ. А также предлагается использование веществ с принципиально иным способом действия. Какие это вещества? Их существует очень много, больше 20 подходов. Одни находятся уже на фазах испытаний, близких уже к введению в практику. Одни еще только на самых базовых фазах исследования. Но основные из них это пробиотики. То есть это, условно говоря, полезные микроорганизмы, которые мы заранее вводим на кожу или в пищеварительный тракт, которые считаются, что будут вытеснять болезнетворные или не давать им поселяться в уже занятой нише. Хороший пример — это всем известные бифидобактерии. Также предлагается такой путь, как использование бактериофагов. Вот на картинке. Бактериофаги — это вирусы, которые паразитируют на бактериях и вызывают их гибель. Причем ведутся исследования не только природных бактериофагов, но и генно-модифицированных. То есть когда мы встраиваем туда то, что нужно нам. Также ведутся исследования антител и ведутся исследования иммуностимуляторов. То есть тех веществ, которые действуют не на возбудителя микроорганизма, а на нашу иммунную систему. На этом я хочу закончить свой доклад и хочу порекомендовать вам замечательную книгу Джессики Сакс. Называется она «Микробы хорошие и плохие». Она есть на русском языке переведена. Вконтакте ее можно найти по запросу. Вот она в документах лежит. И мои контакты тоже есть на слайде. Спасибо за внимание. Прошу вопросы. Хотел бы рассказать тоже немножко маленькую историю. Удавича товарищ ездил в Австралию, его прихватила ангина. Он пришел к врачу и тот выбесал ему пенициллин. То есть во всем остальном мире, по-моему, уже все устойчиво к пенициллину. То есть не везде так безответственно относились к антибиотикам. И два вопроса. Первый. Насколько селективны бактериофаги? То есть не убьют ли они нашу микрофлору? И второй вопрос, насколько я помню из лекции замечательного нашего миколога Александра Акулова. Он презентовал там пару очень сложных антибиотиков, громадные такие формулы, которые и утверждал, что практически невозможно бактерии найти резистентность к ним. Вот. Что вы думаете? Спасибо. Спасибо за вопросы. Они интересны. Я начну с истории с пенициллином. Дело в том, что есть штаммы бактерий, которые устойчивы к самым новым и перспективным антибиотикам, а не устойчивы, но, как ни странно, восприимчивы к пенициллинам или, скажем, стриптомицину или чему-то еще. То есть такие случаи нередки у бактерий. Вообще, по-хорошему, должен проводиться анализ устойчивости возбудителя и к разным антибиотикам. И уже после этого должен препарат применяться. По поводу вопросов бактериофаги, селективность их. Да, это является, пожалуй, самой главной проблемой, тормозящей исследование бактериофагов для применения в медицине. То есть селективность их мы обеспечить полностью не можем. Пока что таких механизмов нет, насколько мне известно. Поэтому исследования бактериофагов, вот они сильно тормозятся. Опять же, есть опасения о том, что бактериофаги будут изменяться, даже если мы их сделаем селективными, то они могут измениться очень быстро и так далее. А второй вопрос. Да, по поводу антибиотиков со сложными формулами. Но дело в том, что я, конечно, тут не приводила классы антибиотиков, там бета-локтамы, макролиды и так далее. Но, скажем, макролиды, антибиотики, у них очень сложная формула, у них много колец в формуле с различными радикалами с разных сторон. Но сложность молекулы, она напрямую не коррелирует с действием антибиотика и величина этой самой молекулы. А по поводу того, что невозможно резистентность обеспечить, так вот, скажем, когда был, по-моему, линозолит введен, линозолит, ладно, не буду я его искать, да, фармацевты заявляли, что вот он линозолит, и вот он действует как? Он не блокирует какой-то этап в синтезе белка, он блокирует сборку рибосом. И фармацевты говорят, вот круто, раз он блокирует сборку рибосом, значит устойчивость не может возникнуть. А вот ничего подобного. Буквально через год устойчивые штаммы появились. Поэтому, ну, если бы были конкретные там названия, я бы, может быть, сказала конкретнее, но это вряд ли такое, что резистентность появляется против всех препаратов, которые… Обычно никак не награждаем за самые активные вопросы, но я хочу подарить вам этот куб. Они, в общем-то, бесплатные, но на этот раз мы именно подарили этот куб. Это очень важный акцент. Там было два человека. Давайте сначала вам. Мене читали? Пытания такие. Я знаю, что много пробиотиков, которые выпускаются фармкомпанами, их делают резистентными до антибиотиков, для того, чтобы пробиотик собе жив дальше в организме, а антибиотик на него не впливал. Чи может резистентность от этого пробиотика перейти на патогенную микрофлору? И чи корисно принимать тогда такие пробиотики, которые уже резистентны до некоторых антибиотиков? Спасибо за вопрос. Это тоже очень хороший вопрос. Да, резистентность может переходить между разными видами бактерий, в том числе между тем, что является пробиотиками к патогенной флоре. Но я думаю, здесь имеется в виду лечение уже конкретных пациентов, у которых в организме уже есть резистентные штаммы каких-то там болезнетворных микроорганизмов. И для них имеет смысл заменять, поддерживать микрофлору. А для здоровых людей, у которых там не было диагностировано стафилодермию с золотистым стафилококом, то есть это, вероятно, не имеет смысла. Но опять же, это мои предположения. Я конкретно в статьях информации не владею. Но вот я думаю, что так. Да. Я знаю, что одним из механизмов передачи такой резистентности, это есть р-плазмиды и их обмин. Чи нужно, скажем так, потому что сейчас, если мы поднимемся стандарты лекования, когда идет антибиотикотерапия, всегда назначаются пробиотики, которые выглядят в лекарских препаратах, там, таблеточек или капсул, и их тоже параллельно разом с антибиотиком призначают. Если еще 10 лет назад в стандартах было призначение пробиотиков через 5 дней после закинчения антибиотикотерапии, сейчас их призначают прямо параллельно. Первый день антибиотикотерапии и первый день пробиотикотерапии. Чи это безопасно, чи это логично, или это не введение до каких-то других причин? Мается на увазе это вопрос. Ну, смотрите, если у пациента, он болен, скажем, резистентным штаммом, болезнь его вызвана резистентным штаммом какого-то микроорганизма, и если параллельно с этим вводить ему пробиотик, бактерию тоже резистентную, но, условно говоря, полезную, то у обоих этих бактерий есть гены устойчивости, и если эти гены, грубо говоря, одинаковы, то переноса как бы их не случится, они уже устойчивы у этого пациента. Но другое дело, что будет, когда он уйдет домой, и когда он будет мыть руки, или во внешнюю среду его тоже будут разные испражнения попадать, то да, эти гены устойчивости, они будут попадать в окружающую среду, и в этом заключается опасность. Но опять же, по некоторым исследованиям у здоровых людей нормальная микрофлора уже является резистентной ко многим антибиотикам и уже несет гены резистентности. Возможно, на этих исследованиях еще базируется такое использование пробиотиков. Вы сказали, что в какое-то время придумали антибиотики, соответственно, был вирус, против какого надо было придумать антибиотики, и вселенная как-то так сделала, что один человек открыл антибиотик и началось. А потом он сказал, что ребята, не балуйтесь, это не игрушка. Но по какому-то странному стечению обстоятельств у меня такое просто впечатление создалось, что биологи вместе с медиками, чтобы обеспечить, обеспечить себя работой на будущее специально. Нас начали этими антибиотиками. Но это такой, у меня вопрос, все, что имеет начало, имеет конец. Начало началось войны, ну, как говорится, гонки вооружений, когда мы изобрели антибиотик, и у меня как-то так вот такой вопрос гуляет в голове. Ресурс у природы, в принципе, не истощаем, а вот человеческий ресурс, ну, под вопросом. Поэтому, если есть война, должны быть какие-то прогнозы. и прогноз такой, хочется так вот спросить, сколько еще осталось нам? Доживем ли мы до Half-Life 3? Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, я сейчас немножко соберу смысл. Да, по поводу страшной теории заговора врачей-биологов, так это все чушь, конечно, такой теории не было, заговора. Дело в том, скорее, в деньгах и в спасении жизни людей. Вот, скажем, поступает пациент в больницу, и врачам нужно его вылечить, и они применяют самое сильное, что у них есть. А в середине 20 века еще не знали, что устойчивость будет развиваться так быстро, и что она будет развиваться комплексно, то есть не к одному препарату за раз, а может она к нескольким препаратам за раз развиваться. Так вот, этого еще не знали, и врачи думали, что вот она волшебная пуля, и мы будем сейчас лечить все ото всех. То есть зла тут, я думаю, не сильно хотели. Но опять же, в фармацевтической компании тоже, естественно, хотят получать прибыль, но такого глобального заговора вряд ли существует. А какая там вторая часть? А, прогноз. Вы знаете, я не могу вам дать прогноз. Как случается с человечеством, когда оно подходит к глобальной проблеме, и кажется, что вот оно все, как бы сказать, это культурно, ну все вообще труба, то человечество до данного времени вообще что-то находило и как-то избавлялось. Я думаю, что это не исключение ситуации. Вот что-то придумают из того, что я перечислила. А может быть, что-то принципиально другое. Есть шанс дожить до Half-Life. Все хорошо. Вон там Аня Суворова хочет. Еще один вопрос. Было сказано, для того, чтобы правильно определить резистентность антибиотика, нужно проводить посевы специальные, определять чувствительность. Обычно посев занимает пару недель, ну так, чтобы он хорошо там вырос, ну минимум это 5 дней, ну честно. Дальше. Как с вашей точки зрения правильно назначить человеку лечение без вот этого посева? То есть сейчас получается назначение это только вот пальцем в небо, мы вот подбираем антибиотик эмпирическим путем это называется, или все-таки, ну как вот правильно с вашей точки зрения назначать? Проводить посевы и ждать, терять время, вот эти 5-10 дней, либо вот заниматься угадыванием или назначать сразу самое сильное? Как вот с вашей точки зрения будет это оптимально делать? Спасибо, я поняла ваш вопрос. Спасибо за него. Дело в том, что да, посевы занимают несколько суток. Действительно, иногда промедление может быть опасно и используют сразу врачи, если это угроза для жизни, используют самое сильное, что есть. Но дело в том, что методы усовершенствуются, и кроме посева у нас, ну не знаю, как у нас в Украине, как бы в мире есть много других методов, как там ПЦР, то есть молекулярные методы, когда мы смотрим, не выращиваем антибиотики на селективных средах, а смотрим прямую на гены, которые либо они обеспечивают устойчивость, там есть эти гены, или там эти последовательности, либо этих последовательностей нет, значит, штамм восприимчив. То есть методы позволяют сделать это гораздо быстрее. Там, скажем, тот же ПЦР длится 8 часов, включая подготовку. А опять же, уже не говоря о экспресс-системах тестовых, которые тоже вообще у постели больного позволяют это сделать. Но опять же, я не врач, я биолог, и я не буду говорить о том, что не является как бы моей, как поступать правильно. То есть я с осторожностью отношусь, как бы я не врач. Я хотела спросить насчет применения антибиотиков в сельском хозяйстве. Ты говорила, что их бесконтрольно, мол, не применяют, но все-таки их применяют, потому что когда животные находятся в крупных скоплениях, естественно, инфекции там циркулируют с очень большой скоростью, и поэтому современное промышленное производство мяса, молока, кур и яиц, оно не может обойтись без антибиотиков. Поэтому некоторые люди отказываются от мяса и продуктов животного происхождения, в частности, из-за вот этой причины, из-за попадания антибиотиков, ну, грубо говоря, лишних в организм. Насколько это оправдано? Применяются ли антибиотики, к примеру, не знаю, при выращивании растений? Глупый вопрос, но почему бы нет? При транспортировке каких-то продуктов растениеводства. И где еще могут попасться нам антибиотики, кроме продуктов сельского хозяйства? То есть какой-то там, не знаю, косметики, в чем-то еще? Что ты знаешь об этом? Так, я начну отвечать на этот вопрос с конца по поводу косметики. Вот смотри, да, попадаются антибиотики в мылах, в косметиках, но это скорее не какие-то очень специфические антибиотики, а антисептики. То есть вещества, которые при поверхностном контакте, они убивают там не только бактерии, но вообще все что угодно. То есть сама концепция антибиотиков, это специфические вещества, которые воздействуют на клетку бактерий, прокариотическую клетку, но мало воздействуют на эукариотическую, то есть нашу. И поэтому специфические вещества, вот их редко добавляют в косметику и в мыла и так далее. Но не специфические, да, очень часто их там можно встретить. По поводу отказа от мяса и всего такого. Дело в том, что когда антибиотики используют в сельском хозяйстве, но их скармливают животным, понятное дело, и потом продукты жизнедеятельности животных, они тоже содержат антибиотики. И эти продукты жизнедеятельности, они могут попадать и попадают и в воду, и в грунт, и куда угодно. Поэтому уберечь себя отказом от мяса, ну вот конкретно от антибиотиков, точнее от резистентных штаммов, которые потом возникают, ну это, наверное, сложно. Но с другой стороны, я читала статьи, где было показано, что да, конкретно в мясо и в яйца и в там еще какие-то продукты попадают бактерии, носители резистентных, генов резистентности. Кроме того, что бактерии могут передавать друг другу гены резистентности, они могут передавать друг другу, по идее, гены и патогенности тоже. То есть, грубо говоря, если человек долго болеет каким-то микробным заболеванием, то его внутренняя флора, то есть та же самая кишечная палочка и шерихия коли, она, по идее, может в себя забирать тоже гены патогенности. Мы можем выкосить ту бактерию, которая была изначально патогенной, то есть мы там посевы делали, мы нашли антибиотик, который конкретно ее убивает, но, тем не менее, наша внутренняя флора, она, по идее, тоже может стать патогенной. Как быстро это может произойти? То есть вот такая супербактерия такая может возникнуть или нет? Ну вот, насколько я знаю, такое может произойти. Вот, как с этим-то бороться? То есть, по идее, тут нужно напирать именно на вот эти все иммунные силы организма, можно сказать. Так, сейчас я попробую перефразировать вопрос, чтобы лучше его понять. Как бороться с тем, что в нашей нормальной микрофлоре она может подцепить откуда-то гены патогенности, да? О, давай, давай. Бактерии отбретают свою резистентность от других бактерий, потому что отбор уничтожает все бактерии, которые не обрели резистентность. Нет, нет, ты немножко не понял. Если моя Ишерихия Коли обретет патогенность сейчас же, то это не то же самое, что бактерия получила резистентность, потому что все остальные собратья умрут, той, которая не получилась резистентность, и она захватит всю популяцию и расширится. Если моя Ишерихия Коли станет патогенной, она станет патогенной одна, и мой организм не убьет все непатогенные Ишерихии Коли. Таким образом, это не произойдет. Но вообще о том, что такое может происходить, говорила как раз-таки, по-моему, научный руководитель НСАКАТИ, ну, первой нашей лекторки. И просто дело в том, что ген резистентности, он же не один такой плавает в одиночестве, он может быть как раз-таки сцеплен с геном патогенности. То есть, вот, ну, мне интересно, как часто такое происходит. Ну, вот, что ты знаешь? Ну, смотри, такие случаи я встречала в случае Ишерихии Коли, в случае, по-моему, каких-то энтерококков из толстого кишечника. И еще, ну, да, такое происходит. А вот насколько оно быстро происходит, честно говоря, я не могу тебе сказать, насколько быстро, и как от этого уберечься. По-моему, вообще никак. Потому что, ну, бактерии попадают в нас очень часто отовсюду, и наша иммунная система постоянно с ними взаимодействует, учится их распознавать, там хороших налево, плохих направо. Вот. И если она работает нормально, то этого не происходит. То есть она сразу плохих… То есть у нас есть механизмы, когда попадает в наш организм бактерия. Есть определенные механизмы, которые ее распознают. Как ее распознают? Как хорошую, как условно хорошую, то есть нормальную, или как плохую. И запускаются разные механизмы иммунного ответа, как на хорошую и на плохую. Так вот, если она там плохая, патогенная, что-то такое выделяет, то наша иммунная система в норме ее распознает и убивает. Вот. Там еще… Еще? Типичная атмосфера обсуждения лекций на нашей репетиции. Это просто только еще мало химиков в зале, а то вот такое началось. Давайте мальчику дадим, наверное. Вопрос. Что будет, если вырубается такая устойчивость, что уже такого антибиотика, который будет противостоять этой устойчивости, не найдется? Тогда, если это будет возбудитель смертельно опасного заболевания, тогда есть вероятность летального исхода. Но, к счастью, да, и, кстати, от золотистого стафилокока в Америке, в Штатах, где хорошая медицина более-менее, там умирает несколько тысяч человек ежегодно от больничных штаммов золотистого стафилокока, да. Но, к счастью, бактерии, устойчивые ко всем, встречаются очень-очень редко. И чаще гораздо бактерии, если они даже устойчивы, скажем, к 10 антибиотикам из 20 доступных, я утрирую цифры в цифрах, то они восприимчивы к оставшимся 10, то есть на них можно подействовать чем-то еще из того спектра, что доступен. Или комбинации разных препаратов. Простой вопрос, я, может, немножко не в теме, но вот золотистый стафилокок, все, вирус убийца, почему он до сих пор не захватил мир? Кто? Ну, то есть, да, почему золотистый стафилокок не захватил мир? А ему это надо? Ему не нужно захватить мир, ему нужно эффективно размножаться в подходящих условиях. И есть равновесие между иммунной системой и бактериальной флорой, которая формировалась миллионами лет совместной эволюции человека, точнее, бактерий и человека. И в норме золотистый стафилокок живет в мире с человеком, он получает от него какую-то часть питательных веществ, отбирает небольшую, но симптомов не вызывает. А если иммунная система дает сбои или что-то происходит еще, то золотистый стафилокок меняет стратегию и говорит, ну, раз этот организм слабый, так я его все равно доем, раз уже он слабый, ему пора атаковать. А так у любого микроорганизма есть своя стратегия, есть своя ниша, и рядом с ним есть много других конкурентных организмов, и поэтому ни один из них мир не захватил пока что. А я все-таки вернусь к теме. Получается, если в случае промышленного мяса производства все равно попадают эти резидентные бактерии в среду, то значит, что нужно отказаться от промышленного животноводства. Верно? То есть нужно не каждому только человеку отказаться, отказаться вообще. И дальше вот я тоже хочу немного разрядить обстановку. Недавно на образоваче была статья о том, что татуировки увеличивают иммунную резистентность организма, то есть тот же самый громизнительный эффект. Соответственно, татуированные веганы, они, в общем-то, все правильно делают, да? Ну, не знаю, Аня, я люблю мясо. По поводу того, что нужно отказаться от промышленного выращивания животных. Да нет, не нужно отказаться, потому что если мы будем, каждый из нас будет иметь подсобное хозяйство, нам просто земли не хватит, чтобы вырастить столько животных, чтобы всех нас прокормить. Поэтому вместо антибиотиков вообще в Европе, да и у нас уже, по-моему, пытаются сейчас другие, применять другие вещества, скажем, эфирные масла, ну это совершенно реально, эфирные масла добавляют в корма, добавляют пробиотики, добавляют какие-то там органические кислоты в малых количествах, которые тоже стимулируют рост, но не являются антибиотиками. Поэтому пути решения есть. Вот там, по-моему, я видела вопрос далеко. Давайте, это будет последний вопрос, учитывая игламент. Хорошо, давайте быстро. У меня вот возник вопрос, вы говорили про создание новых антибиотиков, и вот вопрос, у них механизм вообще поражения бактерий, у них одинаковый, в том числе у старых и у новых, или чем они в принципе отличаются, более новые антибиотики от старых, могут ли они закончиться, вот у вас там была такая мысль, если да, то почему? Спасибо. Спасибо, это очень хороший вопрос. Дело в том, что, что такое антибиотик? Это вещество, которое селективно воздействует на бактерию. Клетка прокариотическая, наши клетки эукариотические, то есть и у нас клетки устроены немного по-разному. Скажем, у прокариот одни рибосомы, там 70С, у нас 80С. У прокариот мембрана содержит одни вещества, а у эукариот другие, там холестерол и эргостерол. Так вот, антибиотики нацелены именно на те механизмы, которые у нас с бактериями разные. Но если бы они были нацелены на общий механизм, они бы на нас также действовали. Так вот, они нацелены на разные механизмы. А это что? Это клеточная стенка, это мембрана, это синтез белков, то есть рибосомы, это МРНК, и, по-моему, сборка ДНК. То есть на те механизмы, которые у прокариот принципиально отличаются. И разные классы антибиотиков, соответственно, действуют на разные мишени. Пенициллин действует на синтез клеточной стенки, стрептовицин на рибосом, ну и так далее. И постоянно ищут новые мишени, на которые бы можно было воздействовать новыми препаратами. Но количество этих мишеней не безграничное, как вы видите. Эти мишени уже истощаются, их запас. То есть уже не знают, чтобы такого нарушить в клетке бактерии новым препаратом, чтобы этот препарат не нарушал ничего в наших собственных клетках. И поэтому, поскольку число мишеней не безграничное, количество препаратов тоже не безграничное. Так, ну это был последний вопрос, наверное, да? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...